Укол под объективами. Ирина уже далеко не первый человек в регионе, который ставит прививку «Спутник Ви», но сейчас любой пациент, решившийся на новую вакцину, вызывает бурный интерес в СМИ. Семья, дети, отмазки все отрицательные, антител тоже нет. Решила, что нужно. Это должен решить каждый человек сам для себя. Но если у вас пожилые родители, маленькие дети, то я считаю, что это необходимо. В край уже более трех тысяч человек вакцинировались от коронавируса. Третий из них поставили вторую, финишную прививку. Пока прививают только пациентов старше 18 лет. Детская вакцина в разработке. Но главное, недавно «Спутник Ви» разрешили вводить и людям старше 60 лет. Именно они сейчас в группе риска. Ни у одного человека не было зафиксировано поствакцинальных осложнений. Есть именно такие реакции, которые предусмотрены в инструкции. Краткосрочного повышения температуры, вероятная какая-то болезненность в месте прививочки. Не только для страны дешевле прививать человека, но и для человека. Меньшая проблема для потери здоровья все-таки поставить вакцину, нежели перенести еще с неизвестно каким исходом. Записаться на прививку можно по телефону своей поликлиники, либо на сайте госуслуг. Сегодня «Спутник Ви» ставят в 19 медучреждениях края. В Барнауле, Бийске, Рубцовске, в районных больницах Олейска, Паловске, Тальминке, Заринска и не только. В скором времени этот список будет расширен. И важно, на каждого пациента будет заведен паспорт вакцинированного. На сайте госуслуг у каждого привитого на сегодняшний день заводится персональный паспорт. В личном кабинете отмечаются данные прививочки. Вакциники автоматически заводятся официально. У каждого человека формируется электронный сертификат. Кстати, в других регионах уже обещают, что обладатель нового паспорта сможет получать скидки в магазинах, фитнес-клубах. При этом всем вакцинированным также нужно будет носить защитную маску, пока в обществе не сформируется коллективный иммунитет. В Минздраве региона рассчитывают провакцинировать 30% жителей края. А в масштабах страны за этот год планируется привить больше половины населения России. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.